Я хотела бы рассказать героями этой сегодняшней лекции Будут всего три маленьких свитка, которые, начиная с первого выступления на публику в музейном пространстве И до недавнего времени использовались как очень действенное орудие антирелигиозной пропаганды Вот первый свиток прямо на заставке И выходил он на выставку совсем недавно Это была выставка, которая называлась «Еврейские семейные реликвии» И, собственно, там он играл совсем другую роль На мой взгляд, более сложную Потому что здесь так вышло, что у посетителей музея был шанс узнать о всей истории этого свитка Благодаря тому, что в проекте «Еврейские семейные реликвии» принял участие Дэвид Роскис Который случайно оказался в музее истории и религии в декабре 2010 года И ему в руки попал свиток, который с большой долей вероятности является фамильным свитком его семейства Собственно, музей относительно недавно переехал по новому адресу Все его знают как музей атеизма в Казанском соборе И очень часто жители Петербурга считают, что он просто не существует больше После того, как в Казанском соборе теперь собор Музея, собственно, и больше нет Но на самом деле он просто переехал вот в это замечательное здание Собрание иудаики музея, сейчас он называется Государственный музей истории и религии Сокращенно ГМИР Собрание иудаики насчитывает, по моим прикидкам, примерно 2000 единиц хранения Самое большое хранение – это фонд иудаизм, который я, собственно, и храню И замечательные предметы есть еще в фонде драгметаллы, в фонде ткани Очень интересные фотографии есть в фототеке Ну вот так выглядит металл Это из фонда иудаизм Вот так примерно распределяется количество единиц хранения бумажно-пергаменных и холст Есть некое количество дерева, фарфора и прочего И очень интересные предметы иудаики есть в других фондах в мире Вот, например, в фонде религии Запада Вот сейчас эта замечательная ваза, она находится в новой экспозиции Потому что мы видим на ней замечательный, очень важный сюжет Благословение Исааком Якова Но вообще говоря, она хранится в фонде религии Запада Так бывает А вот есть еще один фонд, который называется научно-вспомогательный Там встречаются совершенно неожиданные вещи Но вот в анонсе было сказано о том, что я назову какие-то вещи, которые никогда не экспонировались Вот эти замечательные фрагменты Арон Кодыша были получены из кладовой секции охраны памятников русского музея в 1933 году А туда они были взяты из хоральной синагоги Ленинграда Понятно, что этот Арон Кодыш не имел никакого отношения к этой синагоге Но, скорее всего, или возможно, по крайней мере Когда осветили Большую синагогу в Ленинграде, закрыли некое количество других синагог Вполне возможно, что он украшал собой какую-нибудь из них Вот здесь вы видите фотографию Арон Кодыша начала XX века Вот я попыталась представить, как это могло бы быть Вот примерно симметрично находятся эти вещи Вообще говоря, конечно, сейчас вот эти замечательные золотые грифоны Они тут без крыльев пока в реставрации Я надеюсь, что они выйдут когда-нибудь на выставку хотя бы А вот так все начиналось Собственно, теперь немножко про историю Потому что музей истории и религии родился из антирелигиозной выставки Открытой в Эрмитаже в Зимнем дворце, вернее, в 30-м году Вот так выглядела тогда дворцовая площадь, называемая тогда площадью Рицкого Вообще говоря, есть сборник статей музея за 2007 год Где история вот этой выставки, история рождения музея освещена достаточно хорошо Но об иудаизме там мало чего есть И надо сказать, что сама эта выставка ужасно интересная Потому что делали ее замечательные совершенно исследователи Например, Владимир Богорастан, который был инициатором этой выставки И который стал первым директором музея истории и религии Вот эта фотография, это единственная фотография экспозиции в Зимнем дворце На котором видна часть, кусочек свитка Торы И это пока все, что есть Надо сказать, что у Богорастана была какая-то такая Я не буду сейчас рассказывать подробно об его идеях По поводу разделения этнографии и истории религии Это сложный вопрос Но, в общем, выставка, конечно, называлась антирелигиозной Но на самом деле те люди, которые ее делали И Богорастан, и Штернберг Они преследовали какие-то совершенно другие цели Сугубо научные Это было такое вот свойственное советскому времени Такой способ, когда вот Если можно заниматься серьезными исследованиями В той парадигме, которую предлагают обстоятельства То, видимо, считалось, что лучше ими заниматься, чем не заниматься вовсе Это, собственно, была единственная возможность что-то делать в то время Что пишет Тан Богорас об этой выставке сам? Вот, мне кажется, замечательная цитата Я ее прочитаю Она очень выстраданная Он пишет Два года назад устроить такую выставку было бы невозможно Хранители отделов спорили бы И за каждой вещи И вышла бы, в общем, не выставка, а просто саботаж Но с ростом революции Воинствующее безбожие проникло в сознание работников науки Они сами понесли свои научные дары Навстречу набегающей волне Надо сказать, что выставка прозвучала Она была очень посещаема Но отзывы были очень разные Не буду сейчас зачитывать эти две цитаты Но во второй, обратите внимание, упоминаются некие ценные экспонаты Надо сказать, что здесь речь не идет о разделе иудаизм Были, конечно, и ценные экспонаты Если это проецировать на раздел иудаизм То, в общем, получается все довольно сложно Потому что трудно сейчас себе представить Что тогда можно было изготавливать такие рисунки И в таком паспарту как-то пытаться проиллюстрировать какие-то идеи Или рассказывать о древнем периоде в истории Израиля, например Но Пульнер, который был одним из очень активных организаторов этой выставки Более того, лично от него поступило некое количество вещей Важна была идея, а не некая музейная красота и аттрактивность Но были вещи и достаточно любопытные Лично от Пульнера, например, поступили две записки Это оригиналы, они сейчас хранятся в фонде Они, так сказать, прочитаны и переведены Рядом с фотографией, в общем, мы не очень понимаем Она не атрибутируется иначе Как на обороте фотографии есть надпись «Могила Цадика» Вот сочетание такой фотографии и неких артефактов Это, в общем, было по-своему, конечно, уже достаточно интересно Вот так выглядит перечисление предметов, которые были взяты для раздела иудаизм из разных мест Фотографии и рисунки из Музея антропологии и этнографии МАЭД Где работал Пульнер И, собственно, он оттуда, как бы, в основном все материалы и передавал на выставку Действительно ценные предметы были получены из секции охраны памятников искусства и старины в Русском музее Это очень странная секция И такое ощущение, что она была создана в то время, как советская власть начала закрывать храмы, синагоги И, в общем, странные вещи там откладывались Но в списке, который сейчас есть в документах, перечислены семь свитков Торы, два Парохита Вот один из свитков Торы по описанию можно определить Он совершенно замечательный Он очень часто выходил на выставки в музее Но главный герой Один из трех героев, которым сегодняшняя лекция посвящена Это замечательный, очень изысканный свиток по исполнению Который тоже был получен, оформлен, это все было немножко позже Но он, судя по всему, появился на выставке в Зимнем дворце уже И потом вот эту свою роль некого свидетельства о реакционной роли иудейской религии Он эту свою роль выполнял и дальше уже в здании музея Потому что классовая реакционная сущность иудейской религии С точки зрения Тан Богораза и других исследователей Была очень хорошо видна в тех случаях, когда свитки Торы дарились императору И это обставлялось все достаточно торжественно и так далее Вот именно этот сюжет был в экспозиции трактован Как некое доказательство зловредности синагоги И в Казанском соборе нечто такое происходило тоже Собственно, Михаил Шахнович, который играл очень деятельную роль в создании музея Действительно, было сложно в Казанском соборе В пространстве совершенно не предназначенном для экспозиции Расставить какие-то акценты и вообще что бы то ни было сказать Но тем не менее планы у строителей музея И у Тан Богораза, и у Пульнера, и у Шахновича С их точки зрения экспозиция должна была быть достаточно полной И с одной стороны, им пришлось решать очень важную задачу Связанную с определением концепции музея Будут ли это копии, будут ли это оригинальные предметы Эта задача всегда встает И уже на антирелигиозной выставке эта задача была отчасти Нужно было принять решение, и оно было принято Это была смесь, были копии, были оригинальные предметы И примерно этот же подход сохранился и в музее Копий было очень много Но при этом, например, Шахнович Хотя вот такая музейная деятельность, казалось бы, собирательская Была достаточно далека от его каких-то интересов Как историка-философа, историка культуры Но тем не менее, судя по документам В 1931 году некие такие, на первый взгляд, очень простые вещицы И не заслуживающие внимания Вот не ценные какие-то с точки зрения какой-то такой стоимости Но очень интересно и сейчас поступили лично от него Вот, например, такая копилка, которая вот здесь на печати Видно штамп с надписью «Ленинградская еврейская религиозная община» То есть вообще экспозиция формировалась очень сложным образом Было всё время как-то всё, может быть, не очень внятно Потому что хорошо, когда музей делается исключительно на копиях Например, как сделан музей Бет-Футсот в Тель-Авиве Там, так сказать, по-моему, организаторы музея в своё время говорили Что им вообще не нужны настоящие вещи Довольно сложно, когда принимается решение, что это будет и то, и другое вместе Ну вот, собственно, та серенькая фотография, которую мы видели Которая была уже на антирелигиозной выставке Была раскрашена по заказу музея и заняла важное место в экспозиции И сопровождалась надписью о том, что вот эта та самая Тора, которая в 1909 году Была преподнесена еврейскими раввинами города Киева Николаю II Надо сказать, что вообще этот сюжет действительно был как-то на слуху Потому что вот справа вы видите фрагмент страницы, вырванной из некого издания на Идише По обороту понятно, что это издание примерно 1930 года Здесь перечисляются все персонажи, которые принимали участие в этом во всём Собственно, в церемонии вручения Торы И при этом дата стоит, вот здесь она видна Дата стоит 1911 год, а не 9-й Вполне возможно, что вот уже авторы статей всё это перенесли на 11-й год Потому что так было острее 11-й год — это год дела Бейлиса И вот это, так сказать, дарение Торы приобретало такую особую остроту А вот, собственно, сам свиток Так он выглядит, действительно, в таком саквояже Здесь на каждом Эцхаим написано Есть надписи соответствующие В общем, как-то это было так Но кроме вот таких оригинальных экспонатов Действительно было очень много копий Вот список копий На самом деле, мне кажется, что по копиям Можно лучше судить о задачах, которые ставили перед собой организаторы экспозиции Нежели по настоящим вещам Понятно, что если какой-то предмет оказывается в поле зрения Или его можно заполучить в собрании музея То правдами или неправдами Музейные работники пытаются как-то это сделать Что касается копий То здесь как бы понятно, что инициатива исходит именно от организаторов и авторов экспозиции Вот им оказалось страшно Оказалось, например, страшно Нужен рисунок изображения аркетита Но действительно важный очень рисунок Вот в этом музее он тоже присутствует Вообще говоря, очень многое похоже Вот, например, здесь действительно Тоже есть вот такая странная копия Стелла египетская, изображающая Таким странным образом обозначено Четырёхбухвенное имя Всевышнего Вот некая фигура, стоящая верхом на льве Для того, чтобы показать, как рождался монотеизм Как, так сказать, не сразу и сложным образом это всё происходило Показалось очень важным иметь этот экспонат Сделан он был по картинке Это в каком-то смысле вообще не копия Потому что он был сделан по какой-то репродукции И никакой точности в нём взыскивать не приходится А вот, собственно, вся система Которая была, скорее всего, до конца разработана уже Шахновичем Уже после 1932 года Когда музей был открыт в Казанском соборе Здесь сказаны важные вещи Сказано, что иудаизм должен быть представлен в каждом разделе Вот перечислены разделы, так сказать, разных формаций Социально-экономических формаций Вот здесь марксистский подход Он очень хорошо прочитывается И понятно, что иудаизм должен был быть представлен И, скорее всего, так и было в экспозиции довоенного времени Не только как предшественник христианства Но и вплоть до, так сказать, XX века Потому что в экспозиции где-то там были Как это было представлено, я не знаю Но были фотографии советских граждан Так сказать, сознательных евреев Которые сдавали предметы религиозного обихода Вот, так сказать, в государственную казну Конечно, такой большой, серьезный подход Не мог быть реализован в небольших антирелигиозных музеях Их было много На самом деле тогда музей в Казанском соборе Назывался музей истории религии Антирелигиозный музей находился в Исаакиевском соборе Но здесь особой концепции не просматривается Ну вот здесь понятно, что сверху вот этот филин Здесь талис, ермолка Это, наверное, свиток эстер И, в общем, единственное, что тут понятно Что вот это изображение Это репродукция с картиной Рецони Почему-то вот эта романтическая картина Вернее, репродукция ее Казалось очень важно иметь их в экспозиции И они были не только в Исаакиевском соборе Не только в Казанском соборе тоже Они были повсюду Ну вот в 1938 году в Исаакиевском соборе Антирелигиозный музей был закрыт Потому что он был, собственно, в соборе Собор остался музеем Но это был уже такой музей-памятник архитектуры И после его закрытия Музей истории религии получил самые разные экспонаты Вот на хранение оттуда Вот, например, муляж Мацы В общем, вот ручка сфотографирована для масштаба Довольно странная такая штука До сих пор она хранится как экспонат Как эта единица хранения фонда иудаизм Вообще говоря, сейчас это действительно интересно Вот кажется, что, скажем, наверное Странно, что тогда они не выкинули это в помойку Но вот хорошо, что не выкинули И вот из этого антирелигиозного музея в Исаакиевском соборе Собственно, в музей истории религии попал свиток Торы Вот в таком замечательном маленьком ковчежце Который был опознан Давидом Роскисом Как его фамильный свиток Вообще такое ощущение, что в каждом антирелигиозном музее Должен был быть свиток, который будет репрезентировать Вот эту реакционную роль иудейской религии Похоже, государю-императору подарили довольно много свитков Торы И, в общем, вот он попал Он, собственно, попал в музей истории религии в 1938 году Как раз в тот год, когда тетя Роскиса, которая оказалась в Ленинграде Вот и, собственно, его увидела То есть такое ощущение, что эти два свитка Вот тот серебряный, который мы уже видели И вот этот, они чередовались в экспозиции А вот это еще один антирелигиозный музей Это уже Москва Здесь видно, что это очень похоже на то, что было устроено в Исаакиевском соборе Все вот так вот как-то вместе Не очень понятно, что такого должно быть антирелигиозного Но вот сверху там можно разобрать на этом плакате Что театральная обрядность — это вот нехорошо Ну, я не знаю По крайней мере, забавно, что вот здесь тоже картина Рецони Она вот тут тоже воспроизведена Вот были какие-то общие ходы И вот на самом деле в такой последствии Я не знаю Такое ощущение, что все-таки застрельщиком всего этого И главным идеологом был музей истории и религии И остальные музеи как-то на него равнялись Хотя центральный антирелигиозный музей В фотографии у меня нет ни одной Он обладал огромной коллекцией И, наверное, там все это было развернуто достаточно широко Коллекция центрального антирелигиозного музея Который был в Страстном монастыре А монастырь был разрушен И после войны уже как-то негде было ничего такого развернуть Она попала в Музей истории и религии в 1946 году И в составе вот этой коллекции по иудаике В Музей истории и религии попал третий свиток Торы, который вот такой даренный государю-императору Все они были подарены Николаю II Вот эта фотография Этот свиток очень интересный Здесь, может быть, можно разобрать Здесь очень такая трогательная надпись Потому что здесь написано, что этот свиток сопровождал евреев, воинов На русско-турецкую войну И они вернулись с ним благополучно И надпись сделана по-русски И надпись на другом стержне сделана на еврите И, собственно, этот свиток Вообще говоря, вещь очень интересная Он крошечный И первый раз, когда я его увидела Мне показалось, что это вообще не пергамин, а бумага Вот этот кивот У меня, к сожалению, нет уже в его фотографии Это красное дерево из золота Вот эти буквы Это из золота Вещь совершенно фантастическая Вот как-то тогда Случилось это в 2014 году Но, собственно, что касается ЦАМа Вообще это страшно интересная тема Центральный антирелигиозный музей Который был в Москве В него попало очень много предметов Из закрытых в Москве синагог Потому что в Петербурге синагога Все-таки ее почти закрыли Но до конца она В общем, она не закрыта Не была закрыта Вот Но В данном случае я хотела бы показать Насколько Привести пример Вот этот текст Насколько Похожи были Насколько были все эти музеи Близнецы-братья Потому что Вот В этом акте Номер 77 За 38-й год Вот составлен это так С тем, что Некий макет Еврейский хедер Вообще тема хедер Страшно важная Вот здесь В этом музее Она тоже Так сказать Занимает Важное место Вот этот макет С точки зрения Комиссии музея Музея Слишком попорчен Его нельзя экспонировать И вообще Он сделан Слишком натуралистично Вот На стенах Видны следы Битых клопов Вот они тоже Автор макета Решил это все Вот так вот изобразить И решили Этот макет уничтожить И исключить Из книг И всякое разное Но не тут-то было Во-первых Вот эти две фотографии Они сделаны Были раньше Собственно В 1934 году И отосланы В Ленинград Поэтому в 1938 Когда этот макет Уничтожили Остались По крайней мере Вот две фотографии Вот собственно Сейчас речь идет Вот об этом макете Да Макете Хедера Это макет Синагоги Примерно в это время В 1938 году Тот же самый автор Получает заказ От Шахновича Сделать макет И он делает Похоже Точно такой же макет Потому что тут По-моему Тоже все очень хорошо С натурализмом таким И делает макет Такой вот Диораму Синагоги Эти макеты Сохранились Как раз в этом Совершенно Загадочном Научно-вспомогательном Фонде Очень интересные Макеты Потому что Вот есть еще один макет Хедер Ну вот Без макетов никак Это макет Который Этого же автора Естественно Он был такой специалист Вообще говоря Он был очень серьезный Мастер макетов Он много чего сделал Но вот В том числе И макеты Для всяких Еврейских выставок Вот этот макет Немножко отличается Он был в Государственном Этнографическом музее А вот Теперь я хочу вернуться К тому макету Вот Который мы уже видели Дело в том Что с одной стороны Вот этот макет Сопровождался Такой злобной надписью Что Хедер Это еврейская Религиозная школа Где дети Еврейской бедноты Воспитывались В духе Покорности Царизму Буржуазии Калечились Духовно и физически На самом деле В фонде Есть Три Вот такие Устрашающие Совершенно плетки Которые Должны были Видимо Показывать Как они Собственно Эти дети Калечились И Действительно Кажется Что Очень все Страшно Хотя Тут же Экспонировалась Вот эта Замечательная Фотография Где все Наоборот Очень благостно И очень Как-то Так по-домашнему Как-то Ну как-то Очень симпатично Скорее всего Это фотография Соломона Ядовина В музее Истории Религии Есть фотографии Сделанные Во время Вот этой Первой Еврейской Этнографической Экспедиции Анского 12-13-14 Годов И Такое ощущение Что это Одна из Этих фотографий Ну из Таких Фотографий А вот Собственно Еще одно Доказательство Того Что Юдовин Он вообще Во всем этом Участвовал Довольно Плотно Вот Он Как пишет Шахнович Ленинградский График Юдовин Создал Большую Серию Рисунков На тему Еврейских Религиозных Праздников Обрядов Обычаев Под названием Религиозный Календарь Надо сказать Что серия Это была Сделана К 30-му Году Когда Выставка Открылась В Зимнем Дворце Антирелигиозная Выставка Они фигурируют Уже В документах Этого Времени Но при этом Точно Такая же Серия Может быть Немножко Больше Или меньше Была сделана Юдовином Для Антирелигиозного Музея В Исакивском Соборе И в результате Сейчас Фонд Юдаизм Вот Есть вот Такие Пары Рисунков Это не единственная Пара Есть еще Вот можно Тут Рассматривать И искать Некое Отличие Между ними Надо сказать Что вообще Говоря Вот идеи Вот все Моменты Вот в этом музее Вот этот Замечательные Еврейские Обычаи Связанные С тем Как нужно Готовиться К йомки К йомки Пуру Он как-то Никак Не освещен А вот В советских Музеях Это было Страшно Важно И надо Сказать Что в отличие От той Плетки Вот этот Предмет Он действительно Очень интересен Вот Прямо Готовясь Вот к этой Лекции Я Разглядела Что это Не просто Какие-то Такие Узоры А там Там есть Текст И осталось Разобраться Откуда Откуда Пришел Этот предмет Рисунок Этот поступил Из Центрального Антирелигиозного Музея То есть Один и тот Же мотив Он Повторяется Всюду Вот Мне кажется Тоже важный Документ Который Позволяет Судить О том Что собственно Составляло Такой вот Очень важный Ну вот Джентльменский Набор Вот Без чего Не мог Обойтись Еврейский Музей Вот например Из ЦАМа В порядке Обмена Послали В Тбилиси Предметы Для Историко-этнографического Музея Грузинских Евреев И Ну видно Собственно Что это Да Это Парухет Это Ментала Надо сказать Что я когда Начала работать В музее Истории Религии Меня очень Удивляло Что как-то Все Так неакадемично Тор Мантал Называют Менталы Мне как-то А сейчас Я привык Мне так нравится Вот Скорее всего Это кто-то запустил Вот Из В 30-х годах Такое название Тора Из синагоги Брянска Тоже была Почему-то Передана В Тбилиси Семисвечник Хупа То есть Вот Покрывало Которое Да Талис 36 фотографий Здесь Вот Вот Тот Самый Набор Резник Сейдер Хейдер Это Я сохранила То Как это Было Написано И На могиле Цадика В общем Вот Темница При синагоге Нахмановича Вообще Говорят Темница При синагогах Страшно Важная Тема Вот Еще одна Копия Копия Была Сделана С книжки Балабана Она Существует И хранится Как музейный Экспонат Кто такой Художник Цыбаев Науки Неизвестно Но Ему Были Заказаны Несколько Фотографий Вот Еврей на цепи Камера Синагоги Во Львове Пытки Евреев Вот Этот рисунок Экспонировался С надписью Что вот Как в Польше Страдали Евреи Которые Выступали Против Заправил Синагоги У Балабана Этого Ничего Нет Но В общем Тут уж Как бы Некие Передержки Вообще Вот Действительно Овцами Где Я не знаю Был ли у них Такой рисунок Но у них Было круче Вот эта Картина Замечательная Она поступила В музей истории Религии После закрытия ЦАМа Это довольно Большая штука Написана она Так как пишутся Театральные декорации Холст почти Негрунтованный И более или менее Понятно что С какой репродукцией На что ориентировался Художник Непонятно Но понятно что Это сюжет связанный С Акостой Акосты и Спиноза Это очень важные герои И в ЦАМе Вот это была Такая замечательная Картина Очень Энергично Написанная А в Музее истории Религии Был Спиноза Был вот такой Рисунок Сделан С Открытки Видимо Почтовой Открытки С репродукцией Картины Гершенберга Ну здесь Здесь вот Художник как-то Упростился Задачу Вот одна фигура Отсутствует Вот она здесь есть Здесь ее нет Ну в общем это не так важно Картинка Это была нужна Она Вот она в экспозиции И вот собственно Гипсовый эскиз Работы Антокольского Совершенно замечательный Который Единственный Никогда Из экспозиции Не уходил После войны Когда вообще говоря Все что связано С еврейской темой Было табуировано Музей истории Религии Оставался Тем не менее В экспозиции Спиноза Но Уже никто Не мог бы догадаться Что тут к чему Потому что Было написано Что вот Бенедикт Спиноза Знаменитый философ Материалист Атеист Преследуемый Религиозными Фанатиками Никаких равинов Ни евреев Вообще Как бы уже Там вот И не звучало Антокольский Был еще Вообще говоря Вот В 32-м году По-моему Да Из Академии художеств Которая Тогда называлась Институтом Пролетарского Изобразительного Искусства Поступили гипсы Антокольского И сюжет Связанный С Вот эта Испанская Тема Она была Страшно важна Для Антокольского В свое время Она была важна Для Маймона И она Очень Вот эти Вот эти Работы Они очень Были востребованы В экспозиции Вот собственно Экспозиция 32-го года Здесь Вообще говоря Страшные вещи Вот Здесь вот эти Орудия пыток Выставлены И Внизу Вот Евреи Которые Где тут Надпись Нападение Инквизиции На евреев В Испании Во время Тайного Празднования Ими Пасхами Пасхи То есть Здесь евреи Уже хорошие Пасху праздновать Вроде как бы Совсем И неплохо А вот Инквизиция Плохая Вообще говоря Вот Кажется Что авторы Экспозиции Они все время Как-то пытались Балансировать Чтобы не получилось Чтобы не возбудить Каких-то Антисемитских Настроений Вот Эта мысль Она все время Как-то Была в голове И это Заметно Вот Мало было Антокольского В библиотеке Академии Наук Взяли Огромную Литографию С картины Морана Маймона Причем Ее сразу же Отдали В реставрацию Она в жутком Состоянии Поступила Потому что Она была Очень нужна На экспозиции Она тут же Туда вышла В 1938 год Или В 1936 Ее забрали И в 1938 Она уже была На экспозиции Вообще Эта тема Была очень важна Возможно Потому что В музее Работал Лозинский Который Для него Это История инквизиции В Испании И вообще Средние века Еврейские Сюжеты Связанные Со средними веками Были важны И Это Замечательно Потому что Судя по всему Шахнович Сделал так Что Замечательный Скульптор Исак Иткинд Сделал Для музея Несколько вещей В том числе Например И вот Эту Замечательную Голову Это Гипс Но Вот Что касается Все-таки Вот Кажется Вот Скульптура Иткинда Это Настоящее Литография Но Это Тоже Все-таки Действительно Некая Настоящая Вещь Но Видимо Нужна была Постановочная Сцена И заказывают Вот Некую Шубу Не очень Понятно Кого В нее Должны Были Одеть Но Для отдела Инквизиции От Объединения Производственных Предприятий Ленинградского Чего-то Труда Была Получена Вот Такая Шуба Ну Видимо Вот Как бы Мне кажется Что Все Представления О том Что Вот В местечках Старые евреи Даже летом Ходят в шубах Потому что Они там Прячут Деньги Вот Золото Не деньги А прямо Золото Вот Мне кажется Эта идея Она Кого-то Где-то Как-то Подогревала И В общем Надо Сказать Что Вот Страсть К таким Большим Историческим Нарративам Привела К тому Что Ну Немножко Там Как-то Не совсем Все так Было Моисей Арагон Не Не дарил Свиток Туры Дону Луису Гусману А Сделал Перевод И Вот Это Знаменитая Библия Альба Которая Иллюминированная Совершенно Замечательная Перевод На Кастильский Язык Еврейской Библии Вот С нее Делается Такой Странненький Рисунок И Подписывается Он Соответствующим Образом Вот Именно Что Так Сказать Вот Это Может быть Это Трактовалось Как Первый Случай Дарения Торы Вот Такой Влиятельной Особи Надо Сказать Что Дарили Не только Свитки Торы Дарили И Всякие Разные Другие Вещи Вот Из ЦАМа После его Закрытия В коллекцию Музей Истории Религии Поступило 20 Деревянных Блюд Одно Из них Судя по Всему Вот Это От Общины Херсона Может быть Там Были Не только Иудейские Блюда Я не знаю А Вот Это Блюдо Было В Музее Истории Религии Можно Сказать С самого Начала Оно Было Получено В 33 Году Уже Числится В коллекционных Описях То есть Вот Как бы Такой Был Джентльменский Набор Государь Император Вот Цветок Торы Деревянное Блюдо Полотенце Еще Дарили Все Включая И Евреев Вот Подданные Они Дарили Ну Вот Это Грустная Фотография Это Момент В 54 Году Музей Получает Когда Все Антирелигиозные Музеи Уже Закрыты Меняется Название Музея Истории Религии Он Становится Музеем Истории Религии И Атеизма И Он Переводится Из Академии Наук Из системы Академии Наук В Ведение Министерства Культуры И в общем Там Действительно Вот такая Атеистическая Пропаганда Становится Уже Очень Актуальной Но Про евреев Уже Правда Ничего Почти что Нет Поэтому Про это время Особенно Сказать Немного Чего есть Но Можно сказать Что Несмотря на Какие-то Странные Времена Но Где-то В конце 60-х Годов У Соломона Гершова Замечательного Художника Такого Вот Он Родом Из Витебска Да Вот Такого Так сказать У него Разные Сюжеты Но Мне кажется Что Не только Каплана Но и Гершова Можно смело Назвать Еврейским Художником Вот У него Покупаются Две Гуаши Сюжет Этой Совершенно Понятен Вообще Говоря Иконографически Когда мы Видим Пожилого Человека Который На руках Держит Младенца Перевязанного В данном Случа Голубыми Лентами Но иногда Чаще всего Ребенок Выглядит Иначе Здесь Видимо Скромность Присущая Социалистическому Времени Она Проявилась Что случилось Почему У Гершова Которого Вообще Говоря Мало Выставляли Про него Мало Писали Почему Его работы Оказываются Две работы Замечательно Оказываются В коллекции Музея Истории Религии Ну вот Кто-то Из Сотрудников Как-то Сумел Это Организовать Но Здесь Конечно С другой Стороны Есть И Такой Антирелигиозный Пафос Потому что Понятно Что Вот Эта Пожилая Дама Видимо Может быть Бабушка Значит Молоденца Она Как-то Себя Правильно Ведет А вот Эта Барышня Она Конечно Молодая Женщина Она Ведет Себя Явно Совершенно Неправильно И Явно Взражает Против Того Что Сейчас Будет Происходить Ну В общем Я уже Не знаю Чем Там Дело Кончилось А Вот Собственно Та Экспозиция Которой Говорил Семен Здесь Действительно Был Такой Квази Исторический Подход И На Самых Разных Изображениях И вещах Ставилась Задача Более Или Менее Как-то Подробно Рассказать Об Истории О О Древнем Иудаизме О Библейских Временах Не Представите Их Как сюжеты Украшающие Предметы Ритуальные Утвори А именно Вот Представить Их Как Некую Такую Вот Историческую Историческую Правду И так Далее Но Так Выглядит Этот Зал Сейчас Как я уже Сказала Вначале Здесь Очень Задача Очень Такая Существенно Более Конкретная Экспонируется В этом Зале Предметы Которые Позволяют Нам Судить О том Как Библейские Мотивы И Мотивы Связанные С Образом Храма Присутствуют На В декоре Предметов Ритуальные Утвори И собственно Не только Ритуальные Утвори Потому что Здесь Присутствует И вот Та самая Ваза С замечательным Библейским Сюжетом И Разные Другие Вещи Любопытно Что Мои коллеги У которых Я пытаюсь Спрашивать Что собственно Было В конце Семидесятых Годов И В общем Все Все почему-то Уверены Что Иудаизма Не было Не было Ничего Ну вот Здесь Свидетельство Того Что Воспоминания Что Была Какая-то Выставка В какое-то Странное Время Видимо Фотовыставка Посвященная Израилю Не очень Понятно Ну вот Я не знаю Я хочу еще Если есть Время Рассказать Маленькую Историю Когда Я оказалась В этом Музее Я Естественно Начала Спрашивать Всех Знакомиться С Разными Сотрудниками С моими Коллегами И Спрашивать Ну вот Как Как это Было Вот Что Что Они Помнят И Действительно Вот Довольно Долгое Время Тема Была Абсолютно Табуирована Но Одна Из Моих Коллег Рассказала Такую Историю Мне Она Очень Нравится История Про То Самое Время Каких-то Начало 70-х Годов Когда Тема Это Не Звучало Вовсе И Да Говорит Она Ничего Вот Ничего Не Было Но Вы знаете Вот Однажды Я прихожу На работу А там Всегда Так Бывает Что Перед тем Как музей Открывается Вот Смотрители Так Сказать Приходят Раньше И обсуждают Какие-то Новости Иногда Что-то Такое Вот Там Делают Там Как-то Пыль Вытирают В Казанском Соборе Это Не Музейное Здание Там Проблемы Видимо Были С Этим И Заговорились И Вдруг Одна Поворачивается И Видит Что Уже Двери Открыты И Она Говорит Боже Мой Боже Мой Что Мы Так Заговорились Вот Уже Посетители Идут А Мой Еврейчик Не Протерт И Сидит Вот Спиноза Он Все-таки Все-таки Достойно Представлял Эту Тему Даже В Те Годы Те 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 Те